Доброе утро! В эфире Вести Магнитогорск в студии Галина Кочерова. Участники антинаркотической комиссии подводят итоги уходящего года и результатов совместной работы. Это и оперативные мероприятия, полиции, наркоконтроля, и медпомощь, и профилактика. С начала года из незаконного оборота изъято почти 25 килограммов наркотических веществ. Большинство это спайсы. Возбуждено почти 700 уголовных дел. Структура наркотика изменилась. В основном от традиционных наркотиков, таких как канабисная, опийная группа. Переходят сейчас на новые синтетические вещества, которые наиболее концентрированы. В этом году больше 100 человек попали в больницу с острым отравлением в результате употребления наркотиков. 18 человек спасти не удалось. Работа комиссии будет продолжена и в следующем году. В значительных объемах силовики продолжают изымать не только наркотики, но и суррогатный алкоголь. Так, по данным заместителя начальника Магнитогорской полиции Кирилла Черепенькина, на днях в Магнитогорске был закрыт подпольный цех по его производству. Он располагался в подвале одного из домов на улице Вокзальной. Всего же за последнее время было изъято почти 800 бутылок суррогата. Это 25 тысяч литров. Возбуждено 19 уголовных дел. Реализация алкогольной продукции с поддельными акцизными марками. И 9 уголовных дел окончено по статье 238. Это уголовные дела, связанные именно с реализацией алкогольной продукции, представляющие опасность. Это подтверждено экспертизами для жизни и здоровья потребителей. Полицейские предупреждают, чаще всего подделывают алкоголь самых известных торговых марок и брендов. Покупатели просят проявить бдительность, в особенности в преддверии новогодних праздников, и приобретать продукцию только в лицензированных магазинах. Не терять бдительность, пользоваться только лицензированной пиротехникой и соблюдать правила пожарной безопасности. Сотрудники МЧС проводят рейды в садовых товариществах. Накануне огнеборцы заглядывали в гости к людям, которые постоянно проживают в домиках садового товарищества, «Строитель-1». Таких здесь около 50 семей. Большинство получило краткий инструктаж и памятки. В Магнитогорском концертном объединении в рамках музыкально-литературной гостиной состоялось мероприятие «Душах грустит о небесах». На торжество пригласили писателей-любителей Магнитогорска. Это люди, которые всю жизнь работали на производстве. А свободное время посвящали созданию стихов и рассказов. У Анатолия Толпакова первая книга вышла месяц назад тиражом 100 экземпляров. Я знал отлично, что меня печатать не будут. Язык у меня злой, юморной еще, кроме того, значит, я обычно существующую власть начинаю там это описывать. Мы и награждаем их за неустанное стремление украсить нашу действительность поэтическими строками. Потому что мы считаем, что год литературы – это год не только профессиональной литературы. Праздничный концерт для писателей и любителей литературы подготовили коллективы концертного объединения. К концу недели в Челябинской области похолодает еще сильнее. По данным синоптиков, сейчас циклоны проходят по Свердловской области и Пернадовскому краю. Поэтому из-за близости циклонов похолодание на Южном Урале будет сопровождаться снегом, усилением ветра и метелями. На выходных ожидается до 20 мороза. О том, какая погода будет сегодня, через несколько секунд я с вами прощаюсь и желаю добрых вестей. Фершон Пенуази сегодня днем ожидается до 13 мороза. В Кизельском районе столбик термометра покажет минус 10, минус 12. В Верхнеральском районе минус 12, минус 14. И в Магнитогорске без осадков днем минус 10, минус 12.